Автор субтитров А.Семкин 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 получили травмы, несовместимые с жизнью. Они скончались еще до приезда медиков. 74-летнюю пенсионерку, переходящую дорогу по пешеходному переходу, сбил 45-летний водитель автобуса ПАЗ на улице Назарбаева. Так гласит сводка автоинспекторов, и об этом говорит и сама пострадавшая, получившая в результате происшествия травмы и переломы. Но вот водитель автобуса все отрицает и уверяет, никакого наезда не было. Женщина упала сама и стала его оговаривать. Подробностями поделится Олега Ирудинова. Ни водитель автобуса, ни его товарищи, приехавшие на место происшествия, не признавали факт наезда, говоря, что ничего подобного не было. Наличие же автоинспекторов объясняли некой аварии с неизвестной машиной. Впрочем, в этой ситуации была и вторая сторона совсем другой версии. После того, как женщина оказалась на асфальте, она позвонила своему сыну. Била мать мою, на входы переходила. Но она упала, вроде головой только ударилась. Сейчас вот поедем в больницу, в седьмую больницу. Позднее врачи диагностировали у 74-летней пострадавшей сотрясением головного мозга и перелом копчика. Выяснить детали на место приехали и автоинспекторы. Водитель всячески отрицал свою вину. Автоинспекторы все же склоняются к тому, что наезд все же был. И даже выяснили, что водитель автобуса не пропустил идущую по переходу женщину, пытаясь повернуть направо. Впрочем, участников происшествия ждет детальный разбор в ГИБДД. Алия Хайрудинова, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Автоледи пострадала в результате столкновения трех легковушек и автобуса 68 маршрута на улице Сертлановой. Как рассказали участники аварии, все происходило следующим образом. Ситроен выезжал из двора на главную дорогу. Водитель автомобиля, едущего по ней, решил пропустить автоледи и притормозил. Девушка стала выезжать, но в этот момент вежливого водителя стал обгонять автобус. В следующую секунду общественный транспорт и Ситроен сталкиваются практически под прямым углом. Шкода Октавия, едущая навстречу автобусу, не успела остановиться и врезалась в автобус впереди. А в Ситроен сзади врезалась Киарио, также выезжающая на главную дорогу. В результате аварии пострадала автоледи, сидевшая за рулем Ситроена. Ее госпитализировали, приехавшие на место врачи скорой помощи. А виновного в этом происшествии теперь предстоит определить автоинспектором. И вероятно, что отвечать придется автоледи. Перед выездом она не убедилась, что все уступают ей дорогу. Тело женщины в сугробе обнаружили дорожные рабочие в Зеленодольском районе Татарстана. Погибшая лежала на обочине трассы. Эксперты установили, что девушка, которой было около 30 лет, погибла не менее месяца назад. На ее шее обнаружили следы от веревки. Имеются все признаки насильственной смерти. Сейчас следователи устанавливают личность погибшей. Они надеются, что помочь в этом сможет в том числе и запоминающаяся татуировка в виде розы. Погибшая была одета в темную куртку, баллоневые штаны и зимние сапоги. Гражданам, которые располагают какую-либо информацию, они следует незамедлительно обратиться в прохранительные органы. На данный момент проводятся следственные действия и оперативно-расследственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование головного дела продолжается. Поверив в крупный выигрыш, лишилось более 140 тысяч рублей. 22-летняя девушка обратилась в полицию с заявлением о том, что ее обманули. В одной из социальных сетей ей написал неизвестный мужчина и сообщил, что она выиграла огромную сумму. Но для ее получения девушке необходимо было заплатить налоговый вычет. Причем заранее. Девушка, поверив, сделала все так, как ей сказали. После того, как перевела 141 тысячу рублей через онлайн-приложение, решила позвонить на указанный номер. Только он был уже недоступен. Только тогда девушка поняла, что ее обманули. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция ищет предполагаемого мошенника. Полицейские задержали группу наркодилеров. 8 человек в возрасте от 25 до 35 лет подозреваются в сбытии крупных партий синтетических наркотиков на территории России. Установлено, что запрещенные вещества они получали из Китая и Нидерландов. Заказы торговцы смертью принимали через интернет-магазины. Покупатели оплачивали товар онлайн и получали адрес, по которому он находится тайник с закладкой. Оперативники задержали активных участников преступного сообщества. У них изъяли около 3 килограммов синтетических наркотиков. Злоумышленникам предъявлены обвинения сразу по трем статьям Уголовного кодекса. На время следствия все фигуранты дела будут находиться под стражей. Исправляться не собирался. Такой вывод сделал сегодня Московский суд Казани и вынес приговор Николаю Макарову, обвиняемому в телефонном мошенничестве во время отбывания наказания за подобные же преступления. Как установили следователи, он, находясь в местах лишения свободы, звонил пожилым людям и, представляясь их сыном, сообщал, что попал в аварию и срочно нужны деньги. Одна только пострадавшая отдала ему больше 40 тысяч рублей. Какой приговор вынесут, расскажет новица Минязова. Зачитывать приговор судье спокойно подсудимый не давал. С соглашаемым решением он был не согласен и то и дело пытался внести свои корректировки. Впрочем, аналогично он вел себя и на старте этого процесса. Мне не о чем разговаривать, в первую очередь. Достаем. 31-летний Николай Макаров уже отбывает наказание за аналогичное преступление, но места лишения свободы исправить его пока не могут. По версии следствия, он из исправительного учреждения продолжал звонить незнакомым людям и представляться их родственниками. Сообщал, что попал в крупную аварию и просил его выручить деньгами, мол, необходимы 40 тысяч рублей. Испугавшаяся женщина деньги отдала пришедшему к ней мужчине, а про обман поняла, когда сама позвонила своему сыну. О государственном обвинении просила признать Макара виновным совершением преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159-го уголовного кодекса Российской Федерации, а именно совершение мошенничества с причиной значительного ущерба гражданину. И назначить наказание в виде 4-х лет лишения свободы. Суд согласился с мнением обвинения и вынес вердикт. У кого-то статья 37-й, 389-й по КФ, суд приговорил. Макарова Николая Васильевича, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159-го КФ, назначить наказание в виде лишения свободы сроком в 3 года. И по совокупности с приговором, вынесенным в декабре 2016-го года, постановил окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком в 5 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Николай, а вы согласны с приговором? Нет, не согласен. Придятые отношения судьи. На скамью подсудимых Николай Макаров еще вернется, но уже в другой суд и с другими потерпевшими по аналогичному делу. Вероятнее всего, срок заключения Николая Макарова станет только больше, поскольку Приволжский районный суд возбудил уголовное дело по аналогичной статье. На вся меня звался Мигулин. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.